Приветствую, зритель! Это конец Брюссова переулка, за этой аркой находится Тверская улица, а перед нами дом артистов 1928 года. Следующий дом 1898 года постройки, точнее часть этого дома, потому что другая часть была снесена, а эта передвинута, отодвинута вглубь Брюссова переулка во время расширения Тверской улицы. Впереди все, что осталось от владения московских купцов братьев Костеревых, а также дом композиторов. К нему мы еще подъедем. Мы пока можем рассмотреть в противоположную сторону. Вот дом композиторов слева, справа дом 2007 года, многоквартирный, жилой. На дом композиторов мы сейчас объедем, посмотрим. Вот так он выглядит от сквера. Ну а напротив него сквер находится. В сквере стоит памятник Араму Хачатуряну. Он жил в этом доме. И сейчас слева будет дом артистов Мхата 1928 года. Напротив памятника Араму Хачатуряну находится бывший доходный дом 1900 года постройки. Справа от него храм Воскресения Славущего на Успенском Вражке, храм 17 века. Далее мы видим площадь. За площадью парк. Сквер небольшой, точнее, именем Стеслава Ростроповича. Оттуда сейчас подъедем. Оттуда взглянем на храм. Потом на памятник. Все подробно рассмотрим. Вот такой вот храм сейчас в лесах. Он и раньше был многократно перестроен. Колокольня была совсем другой. Есть фотографии. Мои же съемки, но 17 или 16 года. Ну а вот сквер и памятник Мстиславу Ростроповичу. За ним слева дом художника. Проедем вглубь сквера. Там есть скульптура, статуя под названием Весть. Вот такая вот крылатая весть с пернатами на оба крыла. Моя же съемка зимняя, 16 или 17 года. За ним уже здание Министерства образования и науки. Далее Вознесенский переулок, который мы тоже сегодня рассмотрим. Но чуть позже. И дом. Дом. Доходный дом. Конца 19 века. Вот этот красивенький домик. В этом доме проживало много известных людей. Ну, в недавнем прошлом, например, Николай Караченцев. Актер. Ну, что ж, объедем площадь и продолжим путь по Брюсову переулку. Мы опять видим доходный дом 1900 года. За ним сразу дом художника. Памятник Стиславу Ростроповичу проезжаем. Сквер его имени. Далее слева дом, некогда принадлежащий усадьбе Брюса. Но за 200 лет три или четыре раза перестраивался. В последний раз оставался один фасад, так что трудно сказать, что от него осталось. Сразу за ним красненький вот этот. Это 1914 года домик. А справа дом артистов Большого театра. На нем 13 мемориальных досок. Если вы москвич или будете в Москве, подойдите, почитайте, кто здесь проживал. Слева же серенький дом 1915 года. Вот мемориальные доски мы видели. Вот этот серенький дом 1915 года прошлого века. За ним пятиэтажка 1917 года. А справа у нас английская церковь. Но ее мы посмотрим уже с Вознесенского переулка. Далее слева флигель и главный дом усадьбы Якова Брюса. Говорят, тоже перестроено все. И даже еще не до конца. Так что не знаю, что там происходит. Видите, там еще завешены окна. Трудно сказать. Но справа палата 17 века Арасланова. Первый владелец этой фамилии. Упоминается. при Петре первом был известен. Рассмотрим это здание получше. Вот так издалека выглядит. Такие вот палаты. Розовый доходный дом Коровина, но это уже Большая Никитская. А впереди у нас Московская консерватория с памятником Петру Ильичу Чайковскому. Это тоже Большая Никитская. Едем дальше. Этот дом мы проговаривали Коровина. Далее храм. Вознесение Господня на Никитской. Рассмотрим его. Как получится. Для этого я сделал фотографии. Вот эти фотографии этого храма. Вот так выглядит. Едем дальше. И это уже Вознесенский переулок. По левую руку современные дома. Не знаю использовались при их строительстве хотя бы фасады. Домов, что здесь были. Это мне неизвестно. А вот справа дома до 18-19 века. Вот, например, этот по Брюсову переулку. Дом в конце 19-го века. Шестиэтажный. Далее усадьба, которой бывал Пушкин в 18-й век. Но ее видно не будет. Сами видите. Ограда. Созросла диким виноградом. Ничего за ней не видно. Сразу за этой усадьбой будет английская церковь. Которую я вам продемонстрирую. Ну вот уже появилась ограда церкви. Впереди видим дом Капеллана. И сейчас мы рассмотрим саму церковь. Святого Андрея. Слева дом поэта Вяземского. А справа был дом капеллана церкви апостола Андрея. Далее справа идут дома конца 19-го. Начало 20-го века. Слева перестроенная усадьба 19-го века. Ну а впереди уже знакомый нам дом видно. в котором проживал Николай Караченцев. И вот мы уже приближаемся к скверу имени Муслима Магомаева. Здесь также находится памятник Муслиму Магомаеву. Сейчас мы его рассмотрим внимательно. Музыка Магомаеву. Музыка. 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 За ним гостевые дома посольства Азербайджана, памятник мыслителю и поэту азербайджанскому Низами Дендживи, жившим в XII веке. Также здесь есть беседка в восточном стиле, оформленная прямо за спиной у Муслима Магомаева, у памятника Муслима Магомаева. Теперь мы объедем сквер по периметру и простимся с вами у посольства Азербайджана. На этом собственно все, пока! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.